Добрый день, дорогие друзья! Всем мархаба! Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату! Сегодня в преддверии священного для всех мусульман месяца Рамадан я хочу поговорить с вами об арабских пословицах и поговорках, связанных непосредственно с этим месяцем и с этим постом. Давайте разберём некоторые популярные поговорки и посмотрим, в каких странах они используются, как они переводятся, и узнаем, как мы можем их использовать. Ялла! Эту пословицу произносят и взрослые, и дети, чтобы показать свою радость по случаю наступления месяца Рамадан. Больше всего она распространена в странах Персидского залива и особенно в Эмиратах. Пусть месяц взойдёт над вами во благе. Эта пословица также родом из Объединённых Арабских Эмиратов и используется повсеместно в странах Персидского залива. И её говорят, когда хотят пожелать своему собеседнику благого месяца поста и чтобы пост прошёл легко и с максимальным благом. Смешивает месяц Шаабан с месяцем Рамадан. Пословица родом из Иордании, и она говорит нам о человеке, который смешивает благие поступки, которые олицетворяет Рамадан, с бессмысленными поступками, которые олицетворяет Шаабан. То есть Шаабан выступает как обычная повседневная жизнь, а Рамадан выступает как месяц благих поступков. И про человека, который смешивает эти оба вида своей деятельности воедино, говорят, что он смешивает Шаабан с Рамаданом. Если прошла десятая часть Рамадана, тогда это время упущено. Эта старая сирийская пословица говорит о том, что если человек не постился даже десятую часть Рамадана, тогда он безвозвратно упустил это время, и она напоминает об остротечности этого благословенного месяца. Это ливанская и сирийская пословица напоминает нам о том, что месяц Рамадан очень быстротечный и проходит очень быстро. То, что он едва начинается, как уже заканчивается. Поэтому нам нужно успеть совершить максимальное количество благих дел. Он не плачет о месяце Рамадан, однако плачет о его еде. Мы знаем, что месяц Рамадан дан нам для того, чтобы мы могли постом очистить свою душу и посвятить свои дела Всевышнему. Однако не все обеспокоены именно этим, и есть люди, которые очень сильно переживают из-за того, что они не могут кушать целый день. И именно о таком человеке и повествует данная пословица. То есть он не переживает за то, что Рамадан проходит, он переживает за то, что он не может кушать днём. Это были шесть самых популярных арабских пословиц, связанных с месяцем Рамадан. Я желаю всем мусульманам лёгкого поста, благих дел. Пусть ваши молитвы будут приняты. И также, если вы знаете какие-то пословицы, связанные с месяцем Рамадан, пожалуйста, напишите их в комментариях. Мне будет очень интересно их почитать. И до новых встреч. Пока-пока. Рамадан.